Всем привет! С вами Мишаня, и сегодня еженедельный обзор от Nubo. Ко мне в руки попала вот такая вот мышка Vampire Elite от компании Red Dragon. Обожаю эту компанию, меня с ней очень многое связывает, и с девайсами от данной компании я проиграл уже около трёх лет. Кстати, зацените мою клавиатуру Red Dragon Fizz, которую я кастомлю потихонечку, вот докупил на неё проводочек, хочу сейчас кейкапы менять, смазывать свечи, стабы и всё-всё-всё в таком духе. В общем, это к слову о том, что у меня почти все девайсы от драконов. И мышки — это немаловажный момент, я их поменял очень много, потому что искал свой форм-фактор, свою подсветочку, а это, кстати, немаловажно, потому что подсветка даже у одного и того же производителя на разных мышках абсолютно по-разному воспринимается. И вот мышка Vampire Elite — это, наверное, без преувеличений лучшая мышка, которой я коснулся за вот эти вот три года использования различного рода девайсов. Лучшая по форм-фактору, ну прям вот безумно удобная, безумно удобная. Ты, когда в руку её берёшь, у тебя просто какое-то астрономическое ощущение того, что это вот что-то твоё, это родное, будто бы ты всю жизнь за ней сидел. Ни с одной мышкой у меня так не было. Вот у меня Ardor Gaming Prime мышка, ну, она такая какая-то... Она очень удобная, но при этом форм-фактор, знаешь, ну типа из-за того, что она немного похудее, руки будто бы не фуллово ложатся на неё, не знаю, как это объяснить. А здесь всё прям вот, знаешь, шито-крыто для меня, в общем-то. Набор у нас стандартный. Это вот такие вот наклеечки Redragon Battle, которых у меня огромное количество, я их клею везде, где только можно. Инструкция и гарантийник. Довольно толстенькая инструкция, но она на разных языках. В целом здесь и рассуждать-то не о чем. Вот поэтому смотрим дальше. В комплекте проводочек, витой, если можно так сказать. Для меня просто витой кабель, это не вот когда он вот закрученный, как телефонный, а когда он зашитый в ткань какую-то. Вот здесь вот такой вот зашитый витой кабелёчек. В чём суть? Почему он идёт отдельно? Потому что это беспроводная-проводная мышка. И это безумно удобно, чувак. В 23-м году проверил на компьютере, посмотрел 23-й год. Это самое лучшее изобретение человечества. Беспроводная-проводная мышка. В ней встроенный аккумулятор, что немаловажно. Потому что я знаю, что бывает огромное количество мышек, в которые нужно вставлять батарейки. Здесь этого делать не нужно. У нас встроенный аккумулятор внутри самой мыши. К нему подобраться невооружённым глазом невозможно. Но я думаю, что в сути это какой-то вот особо не играет. Для беспроводного подключения используется такая вот небольшая флешечка, которая вставляется в свободный USB вашего компьютера. Немаловажный момент, который хотелось бы оценить, это подсветка. Это вот то, о чём я говорил, потому что подсветка здесь даже на вебке безумно яркая. Вы это замечаете, вы это видите. Она безумно сочная. Смотришь на мышку и думаешь, вау, чувак, это то, что нужно. Это прямо то, что нужно. Просто обычно она на мышках какая-то, знаешь, более такая тухлая. А здесь вот прям сок. Прям ярко, прям вот все цвета радуги. То, что хотел. Собственно, у нас по бокам находятся вот такие вот антискользящие наклеечки, которые позволяют тебе, собственно, мышечку, чтобы она не выскакивала из твоих рук. Держать её прям таки удобно. Это на самом деле фактор такой немаловажный, потому что у меня вот большой палец упирается в эту наклейку и на самом деле ничего не скользит и всё очень удобно. Самое, что интересное, три кнопочки. Одну, которую ты можешь забиндить на то, что хочешь именно ты. А две, ну, стандартные. Вперёд-назад. Переключение там страничек и всего остального. Чувак, ну охренеть, ну я такого не видел. И пока что вот именно в драконовских, в ардергейминговских, в рейзеровских мышках я такое не видел. Чтобы вот здесь именно три сбоку были кнопки. Чувак. Программируемое ПО для этой мышки, которое ты можешь скачать на официальном сайте. Помимо этого регулируемая частота опроса. Там 150-250 тысяч герц. Как хочешь, берёшь и регулируешь. Регулировка DPI выполняется через вот эти вот две кнопки. Выше, больше, меньше. Всего в мышке 16 тысяч DPI. Да, 16 тысяч. Чувак, 16. Я играю на 12 и 13. Да, вы скажете, ты сумасшедший, ты играешь в мае на 12 и 13 тысячах. Да, 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 я понимаю, я знаю. Возможно, я где-то не прав, но играю на таких DPI, и мне прям вот. Ну, эта мышка доставила огромнейшее удовольствие. Немаловажный момент, это фактор того, что есть режим эко-подсветки. То есть, ты можешь включить мышку, выключить и включить режим эко. То есть, режим, когда подсветка не будет, по сути, работать. И заряд ты на всём этом будешь экономить. Помимо этого, внизу вот здесь вот есть отверстие, куда ты можешь ставить саму вот эту маленькую флешечку для подключения, собственно, к компу. То есть, если ты там переводишь с собой девайс, едешь на соревнования какие-то там по Counter-Strike, по Fortnite, туда, по чём угодно. Взял вот этот вот хаб маленький, засунул в мышку, и всё, он у тебя не потеряется. Всё прекрасно, всё хорошо. Единственный минус, косячочек, который я заметил, это очень маркая матовая поверхность. То есть, все отпечатки, как вы видите, остаются на самой мышке. И вот этот момент такой довольно неприятный. Но это чёрный цвет. На чёрных мышках всегда остаются отпечатки. И вообще на любых чёрных девайсах, будь то клавиатура, будь то мышь, наушники. Наушники у меня тоже очень марки, а не чёрного цвета. Поэтому, наверное, это не сколь минус, сколь, знаешь, такой момент чепетильный. Подсветка фулова регулируется через ПОшку. То есть, хочешь, выберешь фулл розовый цвет, хочешь вот такое вот переливание, тысячи режимов подсветки. Колёсико не люфтит. Многие постоянно у Redragon за это притираются. Здесь нет никакого люфта. Всё очень круто. И необычным методом выполнены вот эти вот клавиши нажатия. Они как-то, знаешь, вот заточены под конец. Не знаю, как это объяснить, но выглядит, конечно, очень красиво. И на первый взгляд странновато. Вывод такой. Мышка стоит 3,5 тысячи рублей. Стоит ли она своих денег? Очевидно, да. Очевидно, 3,5 стоит. Но это на официальном сайте. Можно найти дешевле. Там Азоны, Валборис и Маркетплейсы. Скидки, распродажи. Тысячи за 2,5. Думаю, урвать её можно будет спокойно. За эти деньги вообще шикарно. Ну вот прям тотально. Фактор удобности безумный. То есть, ну вот всё. Ну моя мышка, я будто бы с ней родился. Подсветка. Количество DPI нужное. И в целом, вообще... Здесь половина тысячи? Уф, я б забрал. Поэтому, если что, ссылочки на покупку оставлю в описании. Пишите своё мнение о данной мышке в комментариях. Был рад видеть вас сегодня на своём обзорчике. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok